И так, уважаемые слушатели, здравствуйте! С вами я, Романова Инна Витальевна, преподаватель по направлению Microsoft и так случилось, что тренер Microsoft. Получила я этот статус благодаря тому, что мною было сдан, достаточно было сдать даже один экзамен уровня МОС и пройти обязательный тренинг для преподавателей. Но это уже совсем другая тема, и получать международный статус преподавателя с возможностью преподавать курсы Microsoft у любой точки земного шара. Такой курс есть в нашем центре, я могу даже подробнее о нем сказать похоже. Тренинг, семинар, который мы с вами прослушиваем, является теоретическим, знакомит нас с тем, зачем, почему, как это может быть выгодно, и чем это может нам помочь получить статус, официальный статус Microsoft Office специалист. Во время вебинара мы с вами познакомимся со следующими вопросами. Для начала обзор преимуществ, все-таки, чтобы был зачин, была выгода, зачем нам это нужно. Так, затем мне хотелось бы подробнее осветить наиболее популярный выбор пользователей. Наиболее часто сдаются такие экзамены в направлении приложения Excel. Есть как экзамен уровня пользователя, есть так и экзамен уровня эксперта. Подробнее линейку мы с вами будем рассматривать. Как подготовиться к экзамену и куда идти дальше. Все-таки есть целая линейка экзаменов, и все заканчивается тем, что можно получить славное звание эксперта, а то и мастера в этом направлении. Мы с вами совершенствуемся все выше и выше. Такая пирамидка решения, которую мы с вами проходим от нижней ступени обычного специалиста до эксперта и, в конце концов, мастера. Начнем с исследований. Начнем с предварительных данных о том, что сертификация в настоящее время востребована как среди работодателей, так и среди кадровых агентств, так и среди непосредственно пользователей. Пользователи, слушатели, которые хотят повысить свои возможности, свои шансы на получение престижной работы или повысить свою квалификацию для того, чтобы более продуктивно осуществлять свою деятельность или для того, чтобы получить реальное продвижение по карьере. Так, начнем с вами с компании IDC. Ведущий поставщик информации и консультационных услуг, организатор мероприятий на рынках информационных технологий. IDC помогает профессионалам в области ИТ и руководителям, инвесторам принимать какие-то решения о закупках и о выборе бизнес-стратегии. То есть компания, которая занимается консультациями. Более тысячи аналитиков, пожалуй, в более чем в 100 странах изучают технологии и тенденции и возможности отрасли на мировом, региональном и местном уровнях. Уже более 50 лет знания этой компании помогают клиентам в решении важнейших задач. Компания занимается исследованиями, на заказ, разумеется, и подобный отчет заказала компания Microsoft для того, чтобы выяснить, как все-таки сертификации помогают нам в работе. Российское представительство было открыто в 95-м году. Более 30 исследований в России публикуются. В настоящее время более 20 мероприятий проводятся. Есть даже прекрасная статья, которая у вас приложена к комплекту материалов. И вот непосредственно ссылка на статью имеется. С небольшим знанием английского языка вы можете справиться. А он там-то онлайн-переводчик, Google нам в помощь. Все это достаточно убедительно выглядит. На слайде представлена также ссылка на официальный сайт, а также на российский сайт. Сведениям этой компании мы можем с вами доверять. Компании, которые инвестируют в обучение, значительно повышают работоспособность своих сотрудников. Здесь, конечно, представлена статистика, с которой с трудом веришь. Но, тем не менее, авторитет этой компании позволяет сделать подобные заявления. Не очень удачная диаграмма, на мой взгляд. Но если мы с вами обратим внимание, что количество недель выставлено по вертикальной шкале, тогда уже понятно, что речь идет о том, как время затрачивается у нас на то, чтобы адаптировать человека к условиям. И видно, что адаптация сотрудника, которого есть сертификация, время на адаптацию происходит значительно быстрее, чем работник, который такой сертификации не имеет. Большинство сертификаций от Microsoft построены таким образом, что во время сдачи же экзамена и во время подготовки, что неважно к этому экзамену, человека окунают в реальные производственные задачи, в реальные проблемы, которые случаются с ним на практике. Именно так, например, выглядит экзамен по Excel не в качестве разовых каких-то ситуационных задач, а начиная с 2013 версии дается целый проект, который ты выполняешь, и ошибка, допущенная на раннем этапе проекта, пускает весь экзамен на смарку. Это может быть не очень честно сдавать такой экзамен, но зато продуктивно. Итак, для IT-организаций и подразделений. Сертификация Microsoft дает существенные преимущества различным IT-организациям и подразделениям в виде повышения продуктивности их сотрудников. Все в этом заинтересованы. Наличие таких сотрудников позволяет выполнять и большее количество работ, и выполнять работы в более короткие сроки, что приводит к значительной удовлетворенности клиентов, выполнению условий соглашения и их обслуживания. Также сертифицированные сотрудники точнее и быстрее обнаруживают источники проблем, и быстрее их решают. Непосредственно для самих сотрудников получение сертификата может быть дополнительным стимулом к работе, так как сертифицированный специалист может рассчитывать на большую заработную плату, что немаловажно, и карьерный рост. Причем есть конкретные показатели по Microsoft, что сертифицированный работник получает в среднем на 15% больше заработной платы, чем такая же должность не у сертифицированного работника. Ну и, наверное, стоит отметить, что некоторые сертификации Microsoft дают дополнительные бонусы. Например, подписка на Microsoft, точнее, доступ к хранилищу полных версий Microsoft, более ранний доступ к бета-версиям, возможность загружать и использовать документы из технических библиотек. Не говоря уже о различных скидках, которые можно получить от официальных магазинов, такие как Microsoft Press. Но об этом немножко попозже. Для кадровых служб сертификация от производителей также важна и полезна. Давайте я побольше материала покажу, статистического. Пока я вот говорю, можно будет интересно его просматривать наверняка. Среди равных кандидатов кадровые службы чаще отмечают преимущества сертифицированных соискателей над теми, кто сертификатов таких не имеет. Наличие текущей сертификации показывает, что человек обладает навыками работы, конечно же, с передовыми технологиями. Так что сертификация IT-специалистов является универсальным мерилом, который помогает кадровой службе находить наиболее подходящих кандидатов на ту или иную должность, а также планировать продвижение работников по карьерной лестнице. Да, да, хочется об этом заявить. И снова, на мой взгляд, снова не совсем удачная диаграммка, но тем не менее, если мне хорошо почитать и разобраться, то видно, что сертифицированные слушатели... Извините за слово слушатели. Я только что после курса, это у меня слушатели, сотрудники, надо сразу себя перебить. Сертифицированные сотрудники затрачивают гораздо меньшее количество времени здесь, результат в неделях показан, чем их не сертифицированные коллеги, а выдают в качестве результата гораздо больше приложений. Конечно, речь здесь идет... Здравствуйте, проходите, присаживайтесь. Речь здесь идет о разработке приложений, но если даже мы с вами рассматриваем ситуацию в разрезе Word, Excel, PowerPoint, офисных приложений, то на своем опыте хочется заявить, что сдав экзамены по линейке Microsoft, мне не стыдно, я признаюсь, что экзамен сложнейший на мой курс, это экзамен по программе Word. Я его сдала с третьего раза. Ну, признаюсь человеку, который уже в глаза смотрит человек, присутствует в аудитории. И каждый раз, сдавая этот экзамен, я находила все эти новые пункты, вопросы, которые мне просто не приходило в голову когда-то рассматривать, поскольку считала, что такое в Word уже делать не надо. Тем не менее, мне сейчас это здорово помогает. Формировать списки, использовать элементы управления, пользоваться массовой рассылкой писем, все это классно. Все это классно, и все это узнаешь на момент экзамена. Чтобы с вами этого не случилось, а это со мной случилось по причине самоуверенности, я как раз рекомендую вам прослушать данную презентацию, ну и, конечно, подготовиться, правильно подготовиться к сдаче экзамена. Ну, давайте все-таки еще посмотрим немножко статистической информации. Почитайте, почитайте интересную статистическую информацию. Снова хорошие цифры. Ну, а я пока буду говорить, что я думаю по этому поводу. Можно задаться вопросом о том, вот сертификаты, опыт вообще, насколько это нужно. В плане работодателей, они единодушны. Опыт важнее, чем любые бумаги. Тем более, вот это мнение, это мнение российских руководителей, российских работодателей. Ценятся не сертификаты, говорят они, а результаты, которые кандидат может продемонстрировать. У меня даже есть дословно, цитата Дмитрия Хабарова, project manager компании, ну и ладно, не будем заниматься рекламой. Некоторые сертификации ориентированы на теоретические знания вообще, но без практики, а не мертвый груз. Опять-таки, я с чужих слов вам говорю об этом. Нельзя не обратить внимание на то, также, что большинство кадровых служб очень хитро в последнее время набирает своих сотрудников. Не смотрят на сертификаты. А говорят, вот садитесь, пожалуйста, присаживайтесь. Вот вам конкретное упражнение в Excel. Или так, что-то просуммировать при каком-то условии. Делайте, а я посмотрю. Я посмотрю, за сколько вы это сделаете, сделаете это вообще, будете ли вы использовать счеты, калькулятор, собственные пальцы, или вы будете использовать функцию Excel. Не верят у нас сертификатам, не верят. Но если у нас есть сертификат, мы хотя бы попадаем в поле зрения этих компаний. Я так рассуждаю. Сертификаты, разумеется, не заменяют опыт, не заменяют знания. Но благодаря сертификатам у нас повышается тот самый шанс получить работу мечты. Это не шаблон. Я работаю в настоящее время в организации, которая меня полностью устраивает. У меня есть работа мечты, я могу об этом заявлять. Ну что ж, с этим мнением о том, что сертификаты не так важны, согласны еще несколько интересных граждан. Вот, например, еще одна цитата некого Вячеслава Бенечука, технического директора. Основу не буду заниматься рекламой, не скажу, какой компании. Сегодня для многих сертификационных экзаменов ответы легко можно найти в интернете. И просто их выучить. Слово не согласна. Если речь идет о компании Microsoft, я не могу найти скрины этого экзамена. Я даже не могу найти скрин просто окошко. Единственный я скрин, который нашла, это на официальном сайте Microsoft в разрешенном разделе. Это была видеозапись разбора экзамена. И люди официально от Microsoft на официальной странице комментировали экзамен 2010-й версии. Даже не 2013, даже не совсем свежий. Найти такую информацию в сети, наверное, надо обладать какими-то полухакерскими способностями. Наверняка этих людей уже не интересует сдача экзамена Microsoft. Я снова не скажу. Далее в интернете сообщают о случаях, когда 14-летняя девочка или 9-летний мальчик получили сертификаты. Я не согласна. Не согласна, поскольку я сама приложила, не совсем я ламер в том, чтобы искать информацию в интернете. И если это не так, пожалуйста, опрокиньте мое мнение, покажите мне. Покажите мне хотя бы один скриншот, и я съем свою шляпу. Вчера я провела весь вечер за этим занятием. Еще есть несколько мнений, таких же негативных. И в то же время есть и вариант о том, что сертификаты могут увеличить вашу заработную плату, и это действительно так. Не говоря уже о том, что многие компании, особенно в IT-сфере, у них есть некая планка. То есть сертифицированные сотрудники должны быть в их штате. Если компании связаны тесными партнерскими отношениями с той же компанией Microsoft, то на уровне управления этот вопрос обязательно обсуждается. Легче получить работу. Из двух одинаковых специалистов работодатель выберет сертифицированного. Это подтверждают все эксперты. И вот почему. Во-первых, наличие сертификатов чаще всего означает, что человек амбициозный, целеустремленный и обладающий знания. Вы наверняка ожидали, что я вам предложу что-то материальное. То есть если у меня есть сертификация, значит я могу зайти в одно волшебное место, взять и скачать Powerpoint бесплатно. Между прочим, это действительно так. На определенном этапе просто надо получить хорошую сертификацию, а не просто самую маленькую. И на маленькой сертификации на уровне МОЗ-специалист вы можете получить значительные скидки. Это тоже правда. Но я, например, могу пользоваться пакетом Office совершенно бесплатно. Я могу даже выйти за пределы пакета Office и скачать Project бесплатно. Я могу скачать Visio бесплатно. Но все это меня не стимулирует. Меня значительно больше интересует то, что я могу теперь скачивать литературу, которой ранее я доступа просто не имела. Эта литература, она даже не продается. Она на уровне разработчиков просто предлагается. Участвовать в различных испытаниях, в бета-версиях. Все это классно. И то, что я получаю сертификаты, меня повышает не в глазах моего руководства, а в моих собственных глазах. И, с другой стороны, о принцип обратной реакции. Руководство видит в вас сертифицированного сотрудника и понимает, что вас, кроме денег, интересует собственное развитие. Это зеркало, и оно вас отражает как человека целеустремленного. Я полностью согласна с этим утверждением. Так что, помимо материальных благ, мы думаем о том, что мы повышаем собственную квалификацию. Да, там, получите сертификат, повесьте его на стену. Все это классно. Кто-то издевательски говорит, что можно отклеить всю квартиру. Но неужели это не радует? Больше платят, лучший зарплат. Таково мнение специалистов. Я не буду их озвучивать целиком. Более того, это можно почитать по нашим ссылкам в презентации, если вам захочется увидеть, услышать конкретные имена. Перехожу ближе к теме. Microsoft Office Specialist. Это сертификация. Вот пирамидка у меня показана. Она находится внизу. Самая нижняя пирамидка. И в данном случае, пусть вас не пугает, список большой объем. Большой объем, да, вот оказывается надо Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, SharePoint, OneNote, это вообще программа к календарь, да, это программа к поведению записей. SharePoint, это более, конечно, интересное приложение. Это возможность работать на сервере с файлами организации, создавать несколько копий файлов, извлекать файлы. Интересно. Access по работе с базами данных. Почтовая программа, презентационная. Так уж получилось, я снизу вверх читаю. Программы Excel Word вообще не требуют представления. Но их, эти программы, нужно сдать на уровне пользователя. То есть там не будет каких-то особых специальных вопросов. Моя презентация вам позволяет пройти по любому экзамену и ознакомиться по списку, со списком вопросов, что конкретно будет в каждом экзамене находиться. Но я этот список продемонстрирую вам на примере уже более интересных экзаменов. Отмечу также, что сдавать сертификацию эту нижнего уровня совершенно необязательно. То есть это не как путь, который надо пройти снизу вверх. Просто если у человека недостаточно специальных знаний углубленного характера по каждому приложению, он проходит такие экзамены по типу Live. Это очень простые вопросы, которые любой мой слушатель сдает после того, как хотя бы погуляет немножко по интерфейсу. Просто откроет программу, выполнит несколько элементарных действий, зная о том, для чего каждая программа предназначена, а именно в Word, печатаю в Excel, вычисляю в PowerPoint, делаю презентации и так далее. После чего можно сразу идти на экзамен. Фактически предлагается сдать, пройти в нашем центре только программу уровня 1. Только программу уровня 1. Получение данных сертификатов говорит о том, что вы просто можете работать с этим пакетом. И уже сейчас я вижу у себя подсказку такую на экране, что даже это позволяет вам получать сведения по США ведутся. На 16 тысяч долларов США больше по сравнению с коллегой, который не сдавал подобных экзаменов. Конечно, сами экзамены тоже не бесплатные. Ознакомиться со стоимостью по каждому экзамену можно, как в нашем сайте специалист.ру, такая информация дается, так и на официальном сайте Microsoft. Вторая ступенька. То есть вы можете, не сдавая первую ступень, претендовать сразу на вторую ступень, если вы очень неплохо разбираетесь в двух приложениях. Программа Word, программа Excel. Уровня эксперт. Это тот самый эксперт, который я сдавала три раза. Причем Excel, чтобы вы чувствовали момент Excel, эксперт сдала с первого раза, а Word с третьего. Ряд неудачных формулировок Excel, более конкретная программа, которая подразумевает следующее. Вот тебе ячейка, вот ее конкретный адрес. Пожалуйста, в этой ячейке такая-то формула нужна. Мне должны участвовать такие-то ячейки. Работая с программой Word, еще постоянно спотыкаешь об формулировке. Понятие абзац. Как вы думаете, что такое абзац? Давайте я спрошу. Виктория. Что с вашей точки зрения абзац в программе Word? Красная строка. То есть первое нажатие на клавишу Enter фактически, да? То есть Enter технически это абзац. Я думаю, что Tab. Нет, Tab нет. Красная строка немножко другой. Абзац – это когда закончилась одна мысль, начинается другая. Когда вы печатаете текст, у вас не сплошной поток сознания идет, да? Вы же Enter используете. Вот технически клавиша Enter формирует абзац. Даже если вы несколько раз нажимаете на клавишу Enter, то это абзац, абзац, абзац. А красная строка, подвигаемая в том числе и клавишей Tab на клавиатуре, это всего лишь внешний признак абзаца, который видно человеческим взглядом без включения режима непечатаемых знаков. Когда мы делаем красную строчку, мы просто визуально, даже на документе распечатанном, понимаем, что это абзац, это абзац, это абзац. Кстати, красная строка в последнее время даже не используется в оформлении документов. Ну, я так неопределенно говорю. Давайте скажу, последние года два я уже замечаю отсутствие красной строки, и абзац больше понимаешь как наличие пустого пространства дополнительного. Да, а красная строка почему-то вот вышла из моды. Не могу даже сказать почему. Так вот, возвращаюсь, возвращаюсь сюда. Когда сдаете экзамен Microsoft Word, почему я его не сдала со второго раза, да, это то, что по формулировке, они говорят, выделите первый абзац. То есть технически ты понимаешь, это то первое место, где ты напечатал что-то, и вот первый абзац, например, это заголовок документа, по сути, технически. Ты же там что-то печатал, потом Enter нажимал. Нет, оказывается, эти ребята имеют в виду именно тот кусок текста, который пошел под заголовком, под главой, то есть кусок нормального текста. А не так, они за обычный текст принимают абзац. Именно вот эта неприятность в формулировках, она и создает небольшие такие неприятности, преграды при издаче экзамена Word Expert. Причем с Excel Expert, снова повторюсь, никаких подстав нет, все прекрасно понятно. Объяснить эти тонкости можно, кто вам может их объяснить? На форумах, да, на форумах, если будете посещать форумы, такие как Течнет, он будет вам представлен по ссылке, вы услышите, увидите какие-то измышления опытных специалистов или те, кто уже путь этот прошел в сдаче экзамена, либо от меня. Ну, кто еще вас может об этом предупредить? Конечно, преподаватель. Преподаватель в центре специалист, которого вы информируете о том, что вы не просто так пришли послушать, а нацеленный на сдачу экзамена. Поверьте мне, преподаватель вам окажет гораздо больше внимания и даже, может быть, не слишком законно это будет в плане того, что он будет вас выделять перед остальными слушателями, но я лично, я и остаюсь на 10-15 минут после занятия и вот всегда вот бровями играю, что о-о-о, вот это вот, возьми на карандаш, это обязательно будет в экзамене. Мы должны чисто этически оказывать подобную помощь. Ну, как преподаватели. В качестве учебных пособий рекомендуются учебники на английском языке. Я сейчас вам пройду по ссылке, продемонстрирую вам этот учебник, его стоимость совсем небольшая. Именно вот для программы Word мне пришлось такой учебник приобрести. Мы переходим таким образом на официальный сайт Microsoft Press Store. Это магазин Microsoft. И учебник, который предназначен именно для сдачи экзамена. Microsoft Word Expert экзамен. Слово здесь так и написано, находится. И в электронном формате 20 долларов. Я не знаю, много это или мало, но и по Excel, и по программе Word можно приобрести. К сожалению, к моему, на английском языке. На английском языке. Итак, мастер. Мастер. Это верхняя ступень. И снова подчеркну, что если вы не сдавали... Давайте я назад сделаю пробежечку. Это нижняя ступень Microsoft Office специалист. По всем приложениям надо прогуляться, но при этом не глубоко. Не глубоко. Простейшие вопросы, чуть ли не по интерфейсу, по каждому приложению. Уровень Expert предполагает идеальное знание программы Word и Excel. А вот теперь мастер. Три варианта получения мастера мы с вами имеем, начиная с 13-й версии программы. Что у нас творилось на нижнем уровне с 10-й версии? 16-ю версию я не обсуждаю в аудитории, ее просто пока нет. Такого экзамена еще нет, он еще не случилось. Более того, я вам не рекомендую на него кидаться. Как только он выйдет, ожидается система традиционных багов, ошибок, исправлений. То есть сначала пусть обкатают специалисты. Есть для этого люди, они в этом заинтересованы. И где-то через полгодика после того, как выйдет экзамен по 16-й версии, моя реальная вам рекомендация узнать, появилась ли уже адаптация на русский язык, вышел ли русский язык. И тогда уже обращайтесь ко мне, я с удовольствием вам расскажу об экзамене 16-й версии тоже, поскольку я буду сдавать его в числе первых. Итак, 13-я версия. Сдать ее вы можете по различным вариантам. Получить специализацию в программе Word, в программе Excel, но обратите внимание на вот такой подлый момент. Получая специализацию по программе Word, вы сдаете две части экзамена. Плюс Excel. Excel обычный, неглубокий который. То есть даже если вы специализируетесь в направлении Word, вы должны все равно программу Excel знать. И маленький плюс. Плюс один экзамен по выбору. Один экзамен по выбору, например, PowerPoint. Почему нет? PowerPoint после моего курса сдает любой ученик с запасом минимум 20 минут. 20 минут еще остается. Это очень простой экзамен. Получить высшую заслугу в этом направлении можно также путем Excel. Это, ну, как бы путь. В любом случае вы получаете мастера, давайте я оговорюсь. Но есть путь Word. Давайте на философию перейдем. Есть путь Excel. Вы тогда Excel сдаете как эксперт две части. Хороший путь, мне он нравится. Word сдаете на уровне пользователя. И, конечно, плюс. Плюс один PowerPoint я бы вам рекомендовала. Если вам больше нравится Access, пожалуйста, Access. Outlook, SharePoint и OneNote. Пожалуйста, что-то на выбор. Что-то на выбор. Это путь к мастеру. Есть и самый страшный путь, традиционный путь для жестких, таких суровых специалистов, которые, ну, я понимаю позицию. То есть это был ответ со стороны Майкрософта на претензию, видимо. Я просто не желаю знать PowerPoint. Я презираю PowerPoint. Я презираю OneNote, SharePoint мне вообще не нужен и так далее. Тогда вы можете достигнуть уровня мастера, исследуя другому пути. Word. Excel. Обе части. Обе части. Для того, чтобы получить высший уровень, мы можем с вами тремя различными дорогами к нему прийти. Вот, все. Резюмирую. Резюмирую. Вот сюда к мастеру. Либо, либо, либо. Либо вы сдаете 4 экспертных экзамена по двум приложениям, либо вы сдаете 4 экзамена по специализации, по дополнению и еще одному обязательному дополнению. Вот такие три дорожки. Так. Давайте посмотрим, как мне специализироваться все-таки. Я на ваших глазах осуществляю одно действие. Я возьму, допустим, мне нравится путь Excel. Нравится. В Word боюсь, допустим. Вот вы меня послушали. В Word будете бояться, допустим. Пойду я путем Excel. Я нажимаю на строчку обязательного экзамена. И сейчас я окажусь на пространстве Microsoft, где мне все подробно будут объяснять. Итак, Microsoft.com. Learning. Экзамен такой-то. Экзамен. На каком он языке? Кстати, на английский это неправда. Он и на русском языке должен быть у нас там. Оценка квалификационных навыков. Дается подробная информация о том, что такое вопросы, какие темы. Какие темы? Вот что у нас должно быть. И подробно о том, как книга изменяется, пользовательские форматы, расширенные формы, в том числе lookup, подразумевается функция vpr, транспорт, функция транспонировать, подразумевается. То есть еще и конкретные функции приводятся, да, какие надо знать. Дополнительные таблицы диаграммы, линии тренда, сводные таблицы, сводные диаграммы тоже будут. Данное описание надо понимать как приблизительное. Это все-таки приблизительное описание. Более подробно вам уже будет подсказывать преподаватель. Кто-то считает, что это не совсем честно, что нет у нас полного списка вопросов, которые будут. Ну, как в школе, да, или как в институте. Я готовлюсь к экзамене, почему у меня нет списка билетов, по которым я должен работать. Ну, так решил Microsoft. Так решил Microsoft, но тем не менее программы в нашем центре составлены именно под сдачу экзамена. Если вы будете изучать уровень 2 и уровень 3 Excel в нашем центре, вы как раз получаете список именно тех вопросов, которые на экзамене будут. Так составлены наши курсы. Таким образом, нажав на любой экзамен, вы получаете его коротенькое описание плюс список предварительных вопросов. Обзорно. Начиная с 5 января, если не ошибаюсь, 15 года, вот такая вот система пошла, трех различных путей по экзамену. А вот если вы сдадите старый экзамен по 10 версии, он у нас комплектуется по другим законам. То есть вы здесь даете Word, Excel, PowerPoint. Они относятся к обязательным. И вот уже дальше пошло или. То есть к зоне или PowerPoint видно обязательный? Вот сюда вот пошел. Да, это все обязательно. А вот или уже начинаются или Outlook, или Access, или SharePoint. Но это по старой версии. Вряд ли вас интересует сертификация получения мастера по старой 2010 версии, поскольку жизнь показывает, что мы с вами идем дальше. Скоро уже 16 наносу, поэтому я 10 пометила таким печальным серым цветом. Итак, экзамен. По ссылке я вам ее продемонстрировала. Можно нажать, можно пройти, можно посмотреть. Но лучше обращаться непосредственно в этой презентации по ссылке на каждый экзамен. Вы получаете его расшифровку. Поговорим с вами о том, как к экзамену готовиться. Итак, Microsoft Press Store. Это магазин Microsoft по продаже подобной литературы. Я вам продемонстрировала ее. И даже хочу немножко показать. Есть у меня образец по 13 версии, есть образец по 2016 версии. Новинка, 2016 версия, если вы покупаете эту книгу, выглядит она следующим образом. Я ее сейчас попытаюсь активировать, если у меня, конечно, получится. О, кто-то появился, да, появился. Итак, скриншотик. Опять-таки, язык английский, но скриншоты радуют. Технический английский, в целом, из слов состоящий. Клик, понятно, что надо делать, да, и так далее. Next to font size. В принципе, если вы знакомы с техническим английским языком и вообще работаете на интерфейсе английским, для вас все будет очевидно. Несколько страниц здесь у меня показано. Страница 8 и 9. Ну да, не особенно богато. Это то, что находилось на сайте в демонстрационной такой вот обложечке. Но, наверное, я лучше покажу вам, как книга выглядит 13-я версия. Это более подробно. Прохожу по ссылке. В наборе ваших материалов будет располагаться так называемое интро. Так выглядит МОС 2013. Если мы хотим его сдавать, то на него можно ориентироваться. В этой книге дается... Сейчас я контент пролистаю. Прилагается комплект файлов. Кстати, файлы можно скачать бесплатно. Они даже прилагаются в программе моего курса таким образом. Здесь мы с вами читаем про экзамен. Опять-таки все на английском языке, но это проблемой быть не должно. И уже далее рассказывается, какие функции собираются использоваться. То есть все честно. Все честно, но надо приобрести, получается, этот учебник. Даются скриншоты, даются описания каждой функции. Довольно-таки подробно все. Это все в вашем распоряжении. И если вы скачаете набор материалов, пожалуйста, lookup. Ну, та самая функция просмотр. Функция транспонировать. Здесь же приходится, приводится. О том, как ее ставить, что делать. И практические задачи. Какой файл надо открыть. И что надо делать. Здесь приведено. Маловато скриншотиков, на мой вкус. Большее количество скриншотов бы восприятие наверняка повысило бы. А нет, вот уже пошло нормально. Ну, хотя бы один скриншотик на странице. Мое мнение, в целом, было бы неплохо приобрести эту книгу. Но решайте, конечно, сами. Решайте сами. Гораздо более интересно рассмотреть для меня бесплатный сервис. Бесплатные ресурсы. Это книги, которые вы можете на ссылку на сервис приводится. Можно щелкнуть, пройти, посмотреть. Все это реально работает. Это виртуальная академия Microsoft. Виртуальная академия, которая предлагает совершенно бесплатно, вот здесь по кнопочке download, скачать какую-нибудь крутую книгу. Очень жаль, но лично в моем направлении Microsoft Office зажали. Зажали. Все платно. Так что по разработке каких-то приложений мобильного типа, да. По настройке Windows 10 для профессионалов, топ-10, там инструменты, чего-то, чего-то. В общем, да. А вот Microsoft Office нет. Для того, чтобы получить бесплатно эту электронную книгу, нужно только присоединиться к сообществу. И все. Ну, делов-то там. Делов регистрация там на три минуты. Виртуальная академия также предлагает прослушать курсы. Курсы на английском языке, но с русской транскрипцией. Вот я сейчас попробую увеличить свой рабочий экран. Это всего лишь скриншотик. Видно здесь русская фраза? Что они не обязаны находиться в рамках Office 360. То есть я включила субтитры. Человек рассказывает, кстати, его еще периодически показывает приятное лицо. Он рассказывает о курсе, он показывает, что он делает на своем компьютере. Он показывает себя, проникновенно смотрит, в глаза заглядывает и вещает. Вещает на английском языке, тем не менее, кнопка субтитров позволяет нам за русским языком следить. Совершенно бесплатно. Совершенно бесплатно вы можете услышать общие сведения о разработке, например, Office 365. Неужели неинтересно? Конечно, интересно. Вообще бесплатные курсы предлагают сейчас в рамках рекламы, я так полагаю. Многие наши соплеменники, вижу, бесплатный сервис, зашел, научился. Ну, в основном носит рекламный характер. Эти курсы обладают достаточно приятной продолжительностью. Кроме того, возможность бесплатно скачать, не заходя в интернет, в домашних условиях. Затем просматривать это видео и даже выполнять практические работы под вниманием. В общем, дается также возможность пообщаться со специалистом. То есть еще и какая-то имитация контроля на этих курсах присутствует. Ну, конечно, не тот эффект, который дается при реальном нахождении в аудитории или хотя бы по системе вебинаров в нашем центре. Не то, конечно, не то. Итак, ближе к теме. Меня больше всего интересует экзамен Excel уровень 2. Я всячески стимулирую своих слушателей на курсе получить этот сертификат, поскольку наши сертификаты говорят о том всего лишь, что вы присутствовали. Мы тоже выдаем сертификаты Microsoft, так как являемся золотыми партнерами. Но, тем не менее, смысл их таков, что нашего, что Microsoft заключается в том, что человек находился в аудитории примерно 50% времени и слушал курс. А вот контроля по окончании обучения никакого не производится. Рефершер рекомендуется выполнить домашние работы. Очень рекомендуется пройти тест на сайте. Но требовать мы этого не можем, не имеем права. А вот сертификат дает вам уже право заявлять себя специалистом и дает реальную оценку на ваших навыках. Уровня пользователя, если вы собираетесь пройти, получить сертификат на уровне пользователя, то есть это не эксперт, я подчеркиваю, вам достаточно знать два наших курса. Уровень 1 и я бы сказал, что уровень 2 здесь для подстраховки. Уровня 1 в целом достаточно для того, чтобы QR получить. Но если хотите быть уверенным, то уровень 2 тоже можно пройти такой курс на нашем центре. Если уже уровень эксперт, тогда это 3 курса Excel. Это 3 курса Excel. Это уровень 1 или его эквивалентная подготовка. Уровень 2 или его эквивалентная подготовка. И уровень 3 либо его эквивалентная подготовка. Посмотреть программу каждого курса можно, разумеется, на нашем сайте. И все эти курсы нашими экспертами, эксперт по нашему направлению Ольга Кулешова, как раз-таки построены таким образом, чтобы вы этот экзамен сдали. Ну, приблизительно как у нас выглядит программа курса. Покажу по ссылочке. Давайте я взгляну. Авторизация от Майкрософта. Это важно. Это важно. Мы крутые. То есть мы имеем право говорить о том, что мы именно готовим к этому экзамену. Расширенные возможности. Дается описание, какие у нас есть хорошие преподаватели, что мы будем уметь делать. Вот у нас ряд преподавателей. Все эксперты. У всех сданы соответствующие сертификаты. То есть я сдаю подобные экзамены для того, чтобы им затем иметь возможность работать. О, это я. Да, это я. Нашла себя. Так. Ну, в общем, у нас их много. Все молодцы. Так. Ну, и дальше идет программа. И считайте, что каждый вопрос по этой программе обязательно будет находиться в экзамене. По нашим курсам выдается просто превосходная методичка. Я могу вам ее продемонстрировать. Но, извините, не могу отдать. Ну, вы понимаете, да, что это у нас уже не подвергается распространению. Только если уже на курс мы придем. И я вас, конечно, буду рада вас видеть. И, конечно же, методичку вы получаете таким образом. Так. Покажу, как выглядит наша методичка. Ну, вот, например, уровень 2 сейчас будет перед вами. Ну, вот, уровень 2. Довольно подробная. 80 страниц. Все тщательно описывается. Дается как на русском, так и на английском языке объяснение по формуле. Ну, так, чтобы сейчас перейти сразу к конкретной формуле. Пожалуй, пусть это будет где-то здесь. Математические функции. Есть округл, а есть раунд. Обучение проводится сразу на двух интерфейсах по желанию пользователя. Либо русский, либо английский он включает. А экзамен можно сдать на любом языке. На любом языке. Далее. Пожалуй, я заканчиваю теоретическую часть нашего курса. И о вопросах хотелось бы поговорить. Может быть, я что-то пропустила, что-то не успела осветить. Поэтому буду рада ответить на эти вопросы. Вы мне тоже их, конечно же, задавайте. Итак, вопросы следующие. Что экзамен вообще из себя представляет? Хороший вопрос. В 10-й версии программы экзамен был честнее. Мне он больше нравился. Получается некое количество вопросов. И каждый вопрос решался по отдельности. Не было связи между ними. Если я допустила ошибку на первом этапе, я пропускаю вопрос. Там же все на время. На время. Время тикает. Решаю то, что могу, а потом по кнопке «назад» возвращаюсь к предыдущим вопросам, которые я, например, не успела осветить. И вопросы представлены у меня не в виде теста ни в коем случае. Перед вами находится эмулятор программы Excel. Представьте себе, что вы пришли, вас зарегистрировали, все они вот зашли. И обязательно это не онлайн-форма. То есть над вами должен быть обязательно наблюдающий. В другой форме экзамен не сдается. Понимаете, вы просто кто-то может сдать экзамен за вас, да? Поэтому ваше реальное присутствие на территории сдачи экзамена, оно является обязательным. Вы пришли, вас посадили в комнату без окон, без дверей. И отняли все, включая мобильный телефон, личный сейф, верхние одежды и так далее. Дают только блокнот-ручку. Ну, условно, там, маркер или там какой-то планшетик для того, чтобы вы делали записи. Присаживайтесь за экзамен, вас регистрируют в системе прометок без вашего практического участия. Единственное, что вы вводите, это свой пароль. Наблюдающий ставит свою подпись, печать, фотографирует вас, и вы приступаете к экзамену. Это Excel. Excel находится перед вами. Alt-Tab не работает. Windows-D не работает. Я перечисляю варианты, можно ли свернуть. Свернуть, открыть другое окно. Все это работать у нас не будет. Это все дело пройденное. Я все пробовала, ничего не работает. Клавиша F1 по выдаче справки по экзамену, по приложению также отсутствует. В общем, систему обойти не получается. Ваша задача посмотреть на вопрос или предложение. Вам скажут, что надо делать. В нижней части интерфейса Excel будет вот прям задача. И щелкая по Excel, как будто он самый настоящий Excel, вы выполняете задание. Если боитесь какой-то суеты, если вы начинаете щелкать много и не там, или допускаете ошибку, знайте, что за неправильные действия вас никто не наказывает. Вам просто не начисляются баллы. Бальная система. Бальная система. Есть проходной балл, через который ваша задача пройти. Маленький секрет от преподавателя. За сочетание клавиш на клавиатуре дается большее количество баллов, чем на те действия, которые вы выполняете с помощью ленты, а то и с помощью правой клавиши мыши. К сожалению, в 2013 версии кандидату предлагается реализовать один проект. То есть это будет один файл. И, как я ранее отметила, ошибка, совершенная вами на раннем этапе работы, к сожалению, приводит в полные путаницы, сумятости на более поздних вариантах работы. С одной стороны, это нехорошо. С другой стороны, вы окунаетесь в ту самую ситуационную задачу, которой сейчас так гордится Microsoft Office. Я боюсь, я сейчас как-то цинично об этом говорю. На самом деле, задачи хорошие, но надо учитывать просто, что человек нервничает. Я терпеть не могу сдавать экзамены. Я очень волнуюсь. И вот эта возможность, невозможность, вернее, вернуться назад и ответить на какие-то корявенькие вопросы, которые ты просто в силу тремора не смог выполнить вначале, это немного напрягает. Но я поделать с этим ничего не могу. В зависимости от типа сертификации, вопросов может быть от 40 до 60 где-то так. Но если хорошо пойдет, вы и не заметите, как все это случится. Сколько вопросов на экзамене, мы можем дать только приблизительный ответ на этот вопрос. Где экзамен сдается на присвоение? Как вариант у нас. Как вариант у нас. Непосредственно на сайте Прометрик, ссылка будет дана вам ниже, вы можете просто сказать, подайте, покажите мне, пожалуйста, ближайший ко мне центр, где я могу сдать экзамены. Но раз вы уже подключились по ссылке центру специалистов, вы доверяете центру специалистов, тогда знайте, что экзамен можно сдать у нас. Для того, чтобы сдать экзамен у нас, ссылочка на сертифор, непосредственно здесь у вас будет дана, по ним можете прогуляться, посмотреть. Если вы хотите сдать экзамен у нас, ваша задача всего лишь поставить в известность вашего личного менеджера. На этом все. Ну и формулировка, я хочу сдать экзамен, Microsoft Office Excel, какой уровень вы хотите сдать, в этом вам поможет моя презентация и дополнительные материалы к ней. Далее вам скажут, куда и когда надо прийти. Экзамен сдается в нашем корпусе на метро Бауманское. Корпус радио, специальные менеджеры там находятся, все под запись, просто так прийти под настроением, боюсь, вы можете встать в неприятную очередь, или даже технически, например, что-то может подвести во время сдачи экзамена, ну, манами, там свет выключится, например, да, это все по предварительной договоренности. Регистрация ваша, участие в экзамене, поставьте в известность менеджера, все остальное мы сделаем. Надеяться на собственные силы можно ли? Да, можно, можно. Я сдам не с первого, так со второго раза. Количество попыток не ограничено, каждая попытка вами оплачивается. Оплачивается, если речь идет об экзамене уровня эксперт, две с половиной тысячи рублей. Я не знаю, большие это деньги или маленькие, но, наверное, не очень приятно платить за один и тот же экзамен дважды, а то и тыжды. Кроме того, сразу на следующий день сдать экзамен повторно не получится. Майкрософт берет паузу, считает, что вы тоже должны ее взять, да, и предлагается повторно вам сдать экзамен не ранее, как через две недели. Если не ошибаюсь, я это уточню. На других языках мы это делаем? Да, на других языках мы это делаем. На различных языках, включая на русском языке. Как узнать результаты? Немедленно, немедленно. Сразу, то есть не надо нервничать по этому поводу. Вот вы ответили на последний вопрос, выполнили последнее упражнение, запускается процесс. И тут же перед вами будет слово либо пас, сдал, либо фейл. Не сдал. Да, либо, либо. Эта же информация отправляется немедленно в качестве листочка-квиточка, который распечатывается посредством прямой печати, отдается приказ по сети и куратору данного направления, экзаменатору, который находится в соседней аудитории. Вы с ним поговорите, это довольно приятный человек. Вместе можете выпить кофе, да, и выслушать, может быть, какую-то рекомендацию. Ну, это, как бы сказать, они организаторы, они не специалисты. Лучше всего обратиться к преподавателю по поводу каких-то специальных вопросов. А так с этими ребятами можно просто хорошо провести время, они позитивные. Так, сколько будет действовать моя сертификация? Да сколько угодно, пока данная технология вообще есть на рынке. Как вы думаете, сейчас оценивается сертификация, скажем, ну, давайте скажем, 2007-й МОЗ жив еще? Жив, да. Можно сдать по нему экзамен? Можно. А нужно ли? Пожалуй, я бы не стала. 2007-й пакет стремительно уходит, и ему на смену приходят 2010-й, 2013-й, 2016-й пакеты. 2010-я сертификация до сих пор ценится, поскольку, по моим наблюдениям, хотя бы не прибегая к исследованиям компании, вот этой консалтинговой. До сих пор 2010-й пакет у большинства моих клиентов, особенно те, кто работает на, не сам на сам, да, у которых, которые в России имеют всего лишь представительство. Ну вот. Ну и что мне дает сдача экзамена? Я все-таки повторюсь, что мы с вами имеем кое-какие материальные блага, если вам хочется их увидеть, пощупать, если нематериальной мотивации недостаточно, если недостаточно того, что вы подтверждаете свой собственный навык, крепко становитесь на ноги, получаете сертификат, который, да, можно повесить и любоваться. Кроме того, вы становитесь более интересным человеком в глазах вашего работодателя. Вы амбициозны, вы целеустремленны, вы чего-то хотите, вы чего-то добиваетесь. В тщеславие все-таки это не так уж и плохо. Плохо, когда она умирает, когда вы больше ничего не хотите, ни к чему не успеете. Вот это нежелательно для наших работодателей. Вы можете показать свою транскрипцию на сайте hh.ru на HeadHunter есть такая договоренность, что уже физически вы можете встроить маленький симпатичненький такой вот сертификатик электронного образца, как визиточка, что вы являетесь специалистом в данном направлении. Это лучше будет, чем прямая запись о том, что вы что-то там сдавали, транскрипт. Вы становитесь членом сообщества. После того, как вы удачно сдали экзамен, вам придет письмо на почту с необходимым объяснением о том, что вы теперь стали членом сообщества MCP. А это предоставление ресурсов. Вы больше читаете, получаете специализированную литературу, информацию о бонусах и скидках. Периодически на сайте этой платной литературы Microsoft Press Store появляются скидки 40-60% на определенные типы литературы. А также вас приглашают участвовать в интересных проектах. К моему личному сожалению, сайт на английском языке, но даже я справляюсь, поверьте мне. То есть посмотреть, немножко напрячься и выгоду для себя вы найдете. Вас приглашают на участие в бесплатных вебинарах. Специалисты, лекторы выступают на интереснейшие темы, рассказывают о проблемах, которые можно решить, или о новых продуктах. Так что это весьма себе интересно. На страничке ссылок я собрала то, что может быть вам интересно. И тот самый видеоролик, который говорит о преимуществах сдачи экзамена. На английском языке, к сожалению, представлена снова такие, да, демонстрации этого ролика. Две. А вот, Юра, я отвечаю на ваш вопрос. Юра. Юрий Нестеров спрашивает, дистанционно сдается экзамен или в специалисте. Ваше личное присутствие, Юрий, обязательно. Неважно, в каком именно центре вы будете сдавать экзамен, вы должны физически находиться перед глазами экзаменатора. Такое требование будет по сдаче у всех учебных центров, во всех точках. Это не требование лично специалиста. Юрий Нестеров. Да, я объеменен, Сертифорд. Спасибо, Юрия. Это было бы приятно. И для тех, кто не знает, Сертифорд is Microsoft's efficient exam delivery partner for the Microsoft Office Certification Program. Сегодня, мы хотим поговорить о новом экзамене формате для Microsoft Office Специалист 2013 2013 Эзам. Остеки, ИСМАЗ, Текера. Остеки, офис специалисты Эзамся всегда была performance-based. И это все, и все остальные. Что-то у нас нового, то есть и что сертифорд он использует ЛИЗ в этом тест Вот этот момент, десятая версия, как сдаётся. Я понимаю, там обаятельные женщины вам о чём-то здесь рассказывали, да, говорили? Я даже краем уха слышу, слышу, что что-то говорят. Молодцы, говорят. Тем не менее, я здесь хочу вам показать, как выглядит интерфейс экзамена. И возвращаясь к моему вышесказанному, что экзамен состоит у нас из реальной программы Excel, видно? Где заблокирована справочка. Да, справка заблокирована. А внизу находятся вопросы. Complete the, ну, читайте, я не буду вас мучить своим жутким английским языком. Они говорят, что мы должны здесь что-то сделать, задание реально угадывается, видим. В общем, в технологии, это требуется возможность использовать реал-уфис-профиси. Реал-уфис-профиси. Как вы видите здесь, я только у меня один один из них индивидуальный трассный киток. Это очень хороший способ для проверки для офис-профичек. Если вы не меня спрашивали, почему бы я нищего вопроса? Это очень хороший вопрос. Если у меня есть новая тему, я не знаю, что у меня есть. Но, что у меня есть новая тему, которые у нас есть для того, чтобы проверить офис-профичек в офис-профичеке в качестве структуры, как вы выберете. Продолжение следует... 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 Он доступен у вас по ссылке. Ссылки о том, зачем это нужно. Интересная статья, на мой взгляд, находится также на слайде ссылки и ресурсы о том Microsoft и HeadHunter, как они друг с другом взаимодействуют. Ту самую анкету. Вы можете увидеть ее внешний вид и посмотреть, как красиво смотрится вот этот сертификатик, транскрипция, вернее, визитка сертификата непосредственно на страничке. Почитать на английском языке истории успеха, видимо, в России на эту тему истории успеха не очень много, но эта информация есть, можно на нее посмотреть. Совместный функционал, электронный сертификат, и написано, что, как это надо делать. Microsoft, ваша задача всего лишь загрузить личную транскрипцию, доступную в вашем личном кабинете, и вот как это классно выглядит, гораздо богаче, правда ведь, чем просто информация о том, что вы что-то прослушали, какой-то курс. Это гордо выглядит, конечно. Это выглядит гордо. Ну и, соответственно, когда вас ищут, когда вас ищут, вас сертифицированных пользователей, крутых, крутых пользователей, это выражается в том, что вот отдельная строка поиск, приглядитесь к заработной плате, да, она выглядит неплохо, неплохо, почему нет. Ну, почитайте статью, интересно, советую, советую. Также, возможно, я как-то проживала и недостаточно красиво рассказала вам о том, что такое все-таки ценность этих сертификатов с точки зрения Microsoft. Статья, которую здесь предлагают вам загрузить, уже доступна для вас в материалах, которые я вам загрузила. Это статья про компанию IDC и про ее исследование, повышение производительности, предотвращение рисков. В общем, все это интересно выглядит для работодателей, для работодателей, заинтересованных в сертифицированных сотрудниках организации. Виртуальная академия, представленная мною вам как возможность обучаться бесплатно, возможность скачивать книги бесплатно, сайт Microsoft Press Store, где вы можете платно приобрести ту или иную литературу. И уже напоминаю, что имея за плечами хотя бы одну сертификацию или даже один сданный экзамен, то есть не полностью можно все сдавать, вы просто можете даже один экзамен сдать, одну часть экзамена, и вас уже приглашают в сообщество, вы уже становитесь членом MCP. Вы можете получить значительные скидки в этом направлении. И на всякий случай компания Certiport. Она обслуживает огромное количество компаний и брендов. То есть кто у нас, например, Autodesk. Знаем компанию Autodesk? Или давайте Adobe. Adobe Photoshop все знают, да? Здесь же все сдается. Здесь же все сдается. Помимо того, что мы Microsoft Office Specialist здесь имеем в качестве возможности сдать экзамен, есть также значительный перечень Microsoft сертификаций, которые связаны уже с разработкой приложений и их последующей настройкой как Microsoft, так и Windows. Это все Certiport. То есть они предоставляют нам оболочку обучения. У них есть ряд конкретных правил. Testing Centers. Вы можете увидеть решение по... Даже можете сами, если хотите, организовать подобную сдачу экзаменов. То есть можете стать центром для сдачи экзамена. Здесь есть даже подробная инструкция на эту тему. Рассказывается о продуктах, которые вы можете сдать. Microsoft Office Specialist. Давайте я пройду, посмотрю. Здесь же можно создать себе учетную запись. Но экзамен вы в любом случае проходите под пристальным человеческим вниманием. А также видеокамера работать будет, подтверждать то, что вы были один, сдавали один. Ну вот у нас здесь все об этом подробно рассказывают. Certiport. Это именно наша с вами оболочка для сдачи экзамена. И для сдачи любого экзамена, который вы приглядели, имейте в виду, что есть страничка, которая вас приведет прямо на Microsoft. Рассказ о сертификационных экзаменах и какие экзамены, подготовка, формат, разработка. Все вам расскажут. Все вам расскажут. Можно также увидеть информацию по каждому экзамену по отдельности, ну хотя бы вот в данной текущей презентации. Уважаемые слушатели, есть ли какие-то вопросы на тему, зачем мне это нужно, может быть что-то осталось, у технологии сдачи экзамена. Виктория, пожалуйста, может быть какие-то вопросы. Можете по презентации даже позадавать вопросы. А вы, я сзади экзамен потом тоже вызвала. Да, да. У вас есть вопрос, у меня нет времени. Да, да. Прекрасный вопрос, Виктория, позвольте я даже озвучу его в аудитории. Вопрос следующий. Могу ли я сдать экзамен, если я закончил курс в центре специалист и через некоторое время спустя какое-то я заново могу обратиться к центру специалистам или к своему личному менеджеру позвонить и сдать экзамен? Да, можете. Позвольте я даже больше отвечу на ваш вопрос. Вы можете даже, Виктория, не обучаться в нашем центре. Вы можете получить, вот что называется, эквивалентная подготовка, да? Вы просто должны знать тот список требований. Для этого достаточно посмотреть программу на нашем сайте и получить просто список, считайте, что билетов. Вы можете не учиться, учиться заниматься самообразованием на форумах, на бесплатной литературе, на собственном опыте и получить тот же самый экзамен. Причем вас никто не будет ни упрекать, ни тормозить, никаких препон в этом создаваться не будет. Я, более того, вам лично, Виктория, а также Ольга, Юрий, я помню о вас, гарантирую свою личную поддержку в том, чтобы вы сдадите эти экзамены, не обучаясь при этом в нашем центре. Я не боюсь говорить об этом, сейчас ведется, конечно, запись, но, тем не менее, вы не обязаны учиться в нашем центре. А может быть и так случится, что вы проучитесь в нашем центре, а экзамен не сдадите. Так получается. Но в таком случае включаются наверняка какие-то бюрократические механизмы. Например, в моем случае, когда я провожу подобные курсы, я обязательно требую выполнения домашних работ. То есть домашняя работа не сделана в течение недели, а я веду длинные интимные разговоры по почте со своими учениками, что непонятно, что конкретно непонятно. Даже если формула сошлась, но результат как-то, вот результат сошелся, но сама формула зашла как-то через Японию, я начинаю выправлять прикус, что называется. Можно так, вы правы, вы получили. Ну, давайте попробуем вот таким образом и объясняю, почему. Почему? Даже если у человека все получилось, он мне все равно обязан выслать домашнюю работу. Если домашнюю работу я не посылаю, то это как бы о чем говорит. Моя реакция, да? Человек, человеку и так все понятно. Ну, моя помощь, поддержка и вообще не нужна. Хорошо, хорошо. Ну, в таком случае я все равно прошу в аудитории, покажите, пожалуйста, домашнюю работу. Если пока я своими глазами ее не увижу, я не могу поставить своего рода оценку, что она есть. Если я не увижу ее, я пишу, нет, домашней работы. А это что означает? Никто не гарантирует вам в таком случае, что вы экзамен сдадите. Да здравствует бюрократия, да. Я очень ценю эти моменты в работе. Если же я с человеком занимаюсь, то занимаюсь настолько серьезно, насколько он хочет к этому отнестись. А именно проверка домашних работ, письма, 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 еще раз письма. До тех пор, пока я не увижу, что ВПР, Велукак, находится внутри функции ИФ, и пока не увижу, что внутри функции ИФ находится Велукак. То есть один и тот же вариант, это хочу представить и так, и эдак. Пока мы аргументы каждой функции не разомнем, так что они уже просто, вот просто понятны, да. Обучение на этом не заканчивается. Вот такую гарантию я могу дать, только при соответствующем отношении. Ну и снова отвечу, порезюмирую, что учиться не обязательно, но получить качественную поддержку от преподавателя, конечно, всегда легче. Курсы дорогие или не очень? Сравнительно не очень. Есть курсы, сметное дело в строительство, стоимость сноса 90 тысяч рублей. По сравнению, скажем, с курсом Excel, который стоит около 8-6, ну там можно попасть под хорошую скидку, ну, наверное, в 10 раз полегче, да, получается. Решать, конечно, вам. Кроме того, та литература, которая выдается на, продается, продается на стори, это 20 долларов, ну, они присылают, я, тем более, я покупала учебник по Варду, по нему готовилась, он мне реально помог, и там никто не обманывает, все реально присылают, тут же секунды не проходят, на почту вы получаете литературу, скачиваете, и приступаете немедленно к обучению, набор практически файлов получаете тоже. Можно заняться, можно пойти и таким путем. Так что обучайтесь вы в нашем центре, не обучайтесь в нашем центре, и обучались, но потом захотели что-то узнать, это на ваше усмотрение. Я искренне надеюсь, что я заинтересовала вас и стимулировала вообще на сдачу экзамена. Я жду 16-й версии и буду рада вам рассказать о том, что происходит в версии 2016 года. На этом я семинар заканчиваю. Уважаемые слушатели, спасибо за ваше внимание. Субтитры подогнал «Симон»!